Маленькая Вероника смотрит на маму полными любви глазами и как будто успокаивает. Все будет хорошо. Ласковая и жизнерадостная девочка еще не понимает, какое испытание выпало ей и ее родителям. У малышки врожденный гиперинсулинизм. Проще говоря, организм вырабатывает слишком много инсулина, который буквально съедает жизненно необходимый сахар. Без лекарств не выжить. О болезни узнали в три месяца, когда у девочки случился первый приступ. Только вот с диагнозом ошиблись и лечили совсем от другого. Приступ обмекания, значит, в пот ее бросило, глазки закатило к носу. Мы вызвали скорую. Скорая приехала, нас забрали в неврологическое отделение областной больницы. Там нам поставили симптоматическую эпилепсию, диагноз. Веронике становилось хуже. Потеря сознания, реанимация из-за ошибочного диагноза и отсутствия необходимого лечения началось отставание в развитии. В свои пять, Ника на уровне трехлетнего ребенка. Не может девочка и нормально говорить. Мама, я вот кричу и иду. Чего ты принесешь? Но Вероника может жить полноценной жизнью, говорят врачи. Вся надежда на уникальное лекарство – прогликем. Стоимость препарата – 125 тысяч рублей. И таких денег у семи Щербаковых нет. Но шанс получить помощь есть. Благодаря терапии прогликемом достигнута хорошая компенсация нарушения углеводного обмена. Данной терапии необходимо продолжать. Прогликем не зарегистрирован в России, но разрешен к применению. Большую часть суммы соберет Русфонд. Не хватает лишь 25 тысяч рублей. Помочь Веронике могут наши телезрители, отправив СМС со словом «Дети» на номер 5542. Одно сообщение стоит всего 75 рублей. А владельцы айфонов и платформы Андроид могут перевести пожертвования через мобильное приложение. О, коллеги. Родители мечтают отправить девочку в школу. О будущей профессии пока не думают, но догадки уже есть. Любит крутить, заплетать. Ну как заплетать? Так, делать вид, что заплетает. Лишь бы была здоровая, с надеждой говорит мама. И если продолжать лечение, Вероника сможет догнать своих сверстников в развитии и даже полностью победить болезнь. Мария Филиппова, Степан Ерофеев, Вести Иванова.